Всем привет на канале All Dutchman. Я надеюсь меня слышно видно, ну видно да, надеюсь меня слышно хорошо, поэтому я стараюсь сегодня говорить немножко громче. Вот это раз. Второе. Позавчера вышел видео выпуск, как бы продолжение видео выпуска от 7 октября этого года. Я вам уже позавчера рассказывал о том, что на 7 октября у меня были прения и споры с администраторами ютуба, которые не хотели пропускать тот видео выпуск к всевобщему просмотру. Наверное они думали, что я буду выкладывать там какие-то страшные кадры или еще что-то, но оказалось нет там никаких страшных кадров, там просто скажем так идет возглас, крик к тем людям, которые все еще до сих пор поддерживают Хамас, потому что это сегодня модно. Вот. И я действительно вам всем благодарен за ваши теплые слова, за пожелания здоровья мне и моей семье. Большое вам всем спасибо за это. Я действительно тронут. Я прочел абсолютно все комментарии под этим видео выпуском, который был у нас позавчера на канале. И сегодняшний видео выпуск я запускаю благодаря спонсорам, которые поделились своими деньгами для развития нашего канала Old Dutchman. Это уже, скажем так, постоянный наш спонсор из Кишинева, доктор Игорь Гурвич. Большое ему спасибо. И Ольга Фрайман, тоже постоянный наш спонсор. Большое вам спасибо, друзья, за поддержку нашего канала и помощь в его развитии. Сейчас же я хочу, да, немножечко о том, что вот я говорил, что все недовольные или желающие, чтобы возгласы на пропалестинских демонстрациях притворились в жизнь, будут отправляться в бан. Так вот, позавчера в бан ушел всего-навсего один человек. И хорошо, и слава богу, потому что все-таки, наверное, люди начинают понимать реальную ситуацию, которая происходит вокруг них в мире. И переосмысливают все то, что предоставляет вашему вниманию или их вниманию средства массовой информации, эти газеты, журналы, интернет, телевидение, радио, ну и то, что как там баба Шура на лавочке там кому-то сказала, да. Это очень хорошо. Тот человек, во-первых, комментарий его ушел сначала в спам, но когда я начал читать этот комментарий, думал, бывает такое, что нормальные комментарии уходят в спам. Я их прочитываю, потом выпускаю обратно. Но тот человек, получилось так, что он, скажем, ему, наверное, нравится пачкать руки в чьем-то дерьме, подбираемом с улицы и бросаемом в прохожих. Но, как я уже говорил, увы, поднимая грязь в попытке кинуть ее в человека, попадете вы или нет, но вы уже пачкаете свои руки. Вот так с тем человеком. Поэтому он отправился в бан без всякого, как говорится по-немецки, он и вен ун абер. Вот. Поэтому сегодня я из всех комментариев, которые там были, мне один понравился. И я на основе того комментария хочу сегодня вам рассказать, чем действительно занимались голубые каски в Ливане. Вот это вот миротворческое подразделение и так далее. Но, прежде чем мы перейдем к этому, я вас просто спрашиваю. Вот смотрите, несколько дней назад по всем телеканалам везде показывали, как Цахал уничтожил вот этого Синвара. Показывали, как дрон залетел в этот разваленный дом. Вот этот вот террорист сидел. Сначала просто сидел человек в кресле и кинул кусок арматуры в этот дрон. Он, конечно, не попал. Потом следующий кадр, уже запись в отдалении. На расстоянии где-то метров 25 от этого дома стоит танк Цахал. И прямой наводкой уничтожает этого человека. Для того, чтобы узнать, кто этот человек, потому что по внешнему виду вроде бы похож, да? Как когда-то кто-то говорил, да все китайцы на одно лицо. А для китайцев все русские на одно лицо. Так вот, для того, чтобы действительно доказать, что это был Синвар, у него взяли палец на анализ ДНК. Оказалось, что да, это действительно предваритель Хамас, уничтоженный прямой наводкой израильской армии освобождения. Вы, наверное, все уже видели, может быть, в новостных порталах, может быть, где-нибудь еще вот это видео, да? Но, видели ли вы, а может быть, все-таки видели, потому что у нас в новостях это не показали. Показали в интернете, на Microsoft Network, некоторые порталы новостные, запись с камер солдата Цахал, когда они зашли вот в этот его, по-немецки, ферштек, вот в это его убежище, где он прятался со своей семьей. И показали, сколько в сейфе миллионов долларов. Ну, если в эквиваленте на доллары, вот эти вот их динары, тугрики, вся вот эта вот катарская, мутарская деньга. В переводе на доллары, сколько там миллионов долларов. Вот этот вот человек, предводитель Хамас, собрал. Заметьте, это мировое сообщество помогало и помогает до сих пор бедным несчастным палестинцам жить и защищаться от Израиля. Что делал вот этот вот, извините за выражение, изгой общества. Он собирал эти деньги, копил. Для чего он их копил? Чтобы показывать всем своим знакомым, какие у него золотые слитки в руках? Или какие у него сумасшедшие деньжищи в руках? Или как его жена бегает с сумочкой стоимостью 32,5 тысячи долларов? В то время, когда бедные палестинцы в секторе газа не доедают, не допивают, живут в развалюхах, страдают от голода-холода. Потому что все вот эти миллионы, можно же было, я уже говорил, можно было направить уже как 40 лет назад и продолжать дальше направлять на развитие инфраструктуры и экономики этого сектора газа. А не на строительство туннелей и закупку вооружения, чтобы избавиться от государства-террориста, как они все утверждают. Можно же было это сделать, да? Но, как говорится, все свое богатство в могилу не возьмешь. Если ты уйдешь, пришел в этот мир с голыми, голый и с пустыми руками, точно в таком же состоянии из этого мира и уйдешь. С пустыми руками. Ну хорошо, оденут в черный костюм. Солидный черный костюм, строгий, как у алканавта. Ну бывает, бывает. Голубой, может быть, алкаво. Всякое бывает. Но, как с пустыми руками в мир пришел, так и уйдешь с такими же руками. Все накопленные, награбленные богатства останутся здесь. Вместо того, чтобы все эти деньги тратить на развитие своего, этого сектора газа, на то, чтобы строили школы, чтобы изучали медицину, чтобы дети в школах нормально... Нет, все эти деньги собирались на то, чтобы купить очередной стингер, чтобы купить очередной автомат Калашникова, да и пару цинков-патронов для этого Калашникова, чтобы купить ножей и бегать по улицам Иерусалима, по улицам Тель-Вива и уничтожать людей. Они кричат, эти палестинцы, что они там были еще до того, как туда пришли евреи. Что вы говорите? Ну-ка, кто там у нас самый умный? Да, мне один товарищ написал в комментарии, неплохо бы тебе подучить историю и географию, потому что знания несколько слабоваты. Я не спорю, я не историк, я не географ. Но, если бы не две тройки по химии и по алгебре в аттестате за среднюю школу, то у меня не золотая медаль, но серебряная была бы точно. Вот, это так, к слову о вот этой вот фигне. Ладно, возвращаемся. Кто у нас тут самый умный, теолог и так далее, в религиях за ним знаток, антрополог или еще? Ну-ка, ну-ка, напомните-ка мне, если я ошибаюсь, на каких руинах построена мечеть Аль-Аксы? Уж не на руинах ли древнего иудейского храма? Не? Да? Или все-таки да? Так кто там был раньше? Иудеи, евреи или мусульмане и палестинцы? Вот вам простой ответ на то, кто был раньше в этой местности. Ну да ладно, идем теперь к основной теме видеовыпуска. Я вам обещал сказать про голубых вот этих миротворцев. Ну, нет, нет, в смысле форма голубая, каски голубые. Так-то, может быть, я не знаю, может быть, ненормальные, фиг его знает. Не знаю, но организации объединенных наций, в том числе генсек Антонио Гутерреш, сильно были возмущены тем, что на прошлой неделе, нам показывают это по телевизору, армия Израиля раздолбала прям в Ливане чуть ли не саму территорию гарнизона голубых касок миротворцев ООН. Якобы те сказали, это нарушение против прав человека, это нарушение каких-то там конвенций, это преступление против человечества, если армия Израиля уже нападает на миротворцев ООН. Но когда армия Израиля предоставила неопромержимые видео и фотодокументы того, что под забором этого гарнизона, прям на виду вышки часового, был вход в туннель Хизбаллы, что-то Антонио Гутерреш сказал, господа секретари, лажа вышла, мы облажались, блин, давайте замутим это дело как-то в другую сторону. А потом, оказывается, военные Израиля показали, что да, действительно, прям под гарнизоном миротворцев ООН, масок, касок, масок как угодно, голубых мундиров, блин, голубых касок, был целый туннель, огромный туннель, как гарнизон, в котором базировались боевики Хизбаллы со своим вооружением, со своим оружием, и они прям открыто, на виду часовых этой ООН входили и выходили из этого туннеля. Где были глаза вот этих часовых, где были глаза этих ахвицеров, которых туда направили, как миротворцев, а сейчас я вам расскажу вот очень интересную вещь про вот этих миротворцев. Оказывается, немецкие журналисты, ну, любые журналисты, зарабатывают себе хлеб сенсациями, некоторые зарабатывают себе подлостями, некоторые зарабатывают гадостями, наглостями, кого-то унижая, кого-то оскорбляя и так далее. Есть проныры, которые действительно дорываются до сенсаций. Так вот, эта сенсация, которая появилась в интернете, именно на портале Microsoft Network, просуществовала буквально несколько часов, потом ее сам новостной портал, на котором она появилась, уничтожил. А я вам сейчас объясню, почему этот портал ее уничтожил. Оказывается, миротворческие силы организаций объединенных наций, находящиеся на территории Ливана, вместо того, чтобы не давать боевикам Хизбаллы покупать вооружение, настраивать население против Израиля, делать боевые вылазки на территорию Израиля, занимались вот чем. Они, даже этим боевикам Хизбаллы, вы сейчас попадаете со стульев скресел, кто на диване, тому проще. Они преподавали курсы кулинарии, курсы кройки и шитья, но это кройки и шитья, это уже мой сарказм. Они преподавали курсы кулинарии и устраивали как минимум один раз в неделю вечера поэзии и чтения восточных и азиатских, а также европейских и, пардон, мировых писателей. И, вместо того, чтобы следить за мирной обстановкой на территории Ливана, для того, чтобы зажать глотку вот этой террористической организации под названием Хизбалла, вот чем занимались голубые каски. Как там пел Борис Моисеев? Голубая луна. Ну, что-то наподобие. Они, наверное, под таким лозунгом и несли там службу. Типа, живите, братья, а мы пойдем дальше. Преподавать курсы кройки и шитья, блин. Рассказывать, как в салат с картошкой ложить капусту, а может быть и не ложить капусту, а то живот вспучит. А, елки-палки, если ж ты террорист от Хизбаллы, блин, ну вспучит живот, а подумают, что это была граната. А ведь потом же не докажешь. Но ведь да, они, наверное, считали, что они проводят вот эти вот вечера читки поэзии и различных там рассказов от этих мировых писателей или восточных писателей-поэтов, а не этим достучаться до ума вот этих вот доевиков Хизбаллы или того же самого Хамаса. Вы знаете, когда я вот это прочитал, эту статью, я, честно сказать, был несколько ошарашен тем, что, да, за последние вот 30 лет, больше даже, чем 30, там 35-40 лет, скажем так, милитаристская сила в мире, чё-то, блин, повернулась в сторону голубизны. Не, ну не обижайтесь, но это ж так оно и есть. Если раньше в армии, к примеру, мы, когда служили в армии в учебках, кто по 3 месяца, кто по 6 месяцев в учебке был, кто просто курс молодого бойца 3 недели проходил и в часть отправляли, мы каждую неделю у нас был, во-первых, в субботу паркохозяйственный день, чистили абсолютно всю территорию военного городка, в воинской части, полностью всё чистили, подметали, пылесосили, ну, пылесосили, мыли с пеной спальные помещения, казармы и так далее. В воскресенье, каждое воскресенье, не взирая на погодные условия, у нас был спортивный праздник. Что ты за солдат, если ты не умеешь хотя бы 12 раз подтянуться, 40 раз отжаться и столько же раз качнуть пресс или пробежать трёшку за 12 минут в кирзовых-то сапогах и ватнике? Что ты за солдат? А сегодня, оказывается, солдат, это тот, кто умеет хорошо варить суп из морковки до буряка или это офицер, офицерское звание может получить только за то, что он рассказывал, какой был прекрасный писатель, мусульманский Абу Абтрабихи. Кстати, я читал его книгу, книга о скупых называется, очень мудрая книга, но эту книгу я читал 38 лет назад. Сейчас таких книг нету. Может быть, за это, за чтение таких книг, за проведение вечеров поэзии или за курсы кулинарии и получают вот эти вот офицеры голубых касок, медали и ордена, типа, они были, блин, на передовой, за бетонным забором в своём гарнизоне, типа, опять же, повторяюсь, моя хата с краю, нихрена не знаю, а то, что у нас за забором кто-то копает себе туннели, да не-не-не, вы что, какие террористы, это дети играют, это же дети играют, а то, что они с бородой, ну, они же играют, вот так, что ли, всё это объясняется? А то, что они начали год назад бомбить северные территории Израиля, где были эти миротворцы от Организации Объединённых Наций, почему они сидели и дальше за своим забором в своём гарнизоне, зоне, почему они не остановили этих боевиков Хизбаллы, они просто молча наблюдали за тем, как вот эти вот террористы, признанные террористической организацией по всему миру, бандитами, бомбили мирное государство, если бы не Хамас и не Хизбалла, ну, тем более не Иран, это арийская держава, что вы, это же, это же потомки древних ариев, если бы не вот эти вот оголтелые фанатики исламистские, так и Израиль вёл бы себя по-человечески, он и старался до последней секунды вести себя по-человечески, даже когда отлавливали этих бандитов-террористов, почему-то они их отпускали обратно через несколько месяцев или через год или полтора-два тюрьмы, вместо того, чтобы посадить на пожизненно, за то, что они убивали людей, за то, что они резали людей, за то, что они насиловали людей, убивали, сжигали и записывали всё это на видео и хвастались, что вот какие они герои. Хорошо быть героем, когда у тебя в руках оружие, и ты стоишь перед безоружным человеком, нацелив ему пулю в лоб. Хорошо быть героем. А вот теперь эти герои где? А тут это вот Синвар где? Есть, по-моему, американский есть один кукловод-чревовещатель, актёр, он раньше служил в армии, но Данхен, по-моему, фамилия, не помню. Задайте в гугле, ну не в гугле, а на ютубе, в поиске Тедет-террорист Ахмед. Просто задайте и посмотрите. Вот, наверное, Синвар сейчас в роли того же самого Ахмеда. Просто посмотрите на вот это вот, это забойное, это ржак, это ещё тот ржак. Это реальное будущее всех террористов, которые бегают и кричат, говорят, что их там ожидают гурии. Вот как этот Ахмед говорит о том, что когда этот спрашивает его кукловод, ну так ты сейчас там на небе? Да, я, да, я на небе, да. А так что, где там гурии? Ты их видел? Нет. А кто что? Какие-то идиоты бородатые, все вокруг бегают. Зал укатывался со смеху. И когда зал укатывается со смеху, этот скелет, этот Ахмед, глазами так. Silence! I kill you! I kill you too! Вот это всё, вот это вот добивает весь зал, все люди просто катятся со смеху. Террористы, да, это убийцы, это бандиты, это уроды, но если их не воспринимать с долей какого-то там жесткого юмора, а показывать им свой страх, то они потом возьмут над вами верх. Их нужно уничтожать, потому что, да, я говорю это открыто, я надеюсь, что это видео YouTube пропустит, я надеюсь, что искусственный интеллект в этом видео не найдет никаких призывов к насилию, к расизму или еще к чему-то. Я говорю правду, я говорю о том, что был вот этот террорист, которого уничтожила армия Израиля, всё мировое сообщество, особенно наша, как я вам уже говорил, прекрасная Анна-Лена Бербок, она вообще в шоке. Она до сих пор уверена, что с этим Синваром можно было договориться, но уже поздно, раз его убили. Ведь можно же было с этим человеком договориться. У меня вопрос встречный к вот этой вот министерше немецкой. Ты вообще видела, сколько у него в сейфе лежало пачек денег? С кем ты собралась договариваться? С кем? С террористом? С бандитом? Ты еще не расхлебалась со своим скандалом, где ты приглашала антисемитских вот этих журналисток к себе на ужин в Министерстве иностранных дел, обсудить с ними ситуацию по Израилю? Четыре буквы в этом слове. Первая буква ДУ, вторая буква РА. Вот это относится к нашей министру иностранных дел Аннолене Бербок. С террористами не разговаривают, с бандитами не разговаривают, с пиратами не разговаривают. Они ставят перед собой цель и уничтожить любого человека на пути достижения своей цели. Но, блин, как говорится, есть такая крылатая, расхожая фраза, где-то матрица дала сбой. И вот этот Синвар, когда понял, что матрица дала сбой, возвращаться уже было поздно. Ведь ему правительство Израиля предлагало создать живой коридор, чтобы он со всем своим награбленным, честно заработанным трудом, ни копейки украденные, все честно заработал. Куртка замщевая, две, портсигар серебряный или золотой, тоже два, да? Кинокамера японская, три. Три кинокамеры. Собака с милицией обещали прийти, да? Ему предлагали сделать живой коридор, чтобы он со всем своим награбленным барахлом, чтобы вот это животное со своей семьей покинуло сектор газа и убежало во своясе. У него бы хватило денег купить где-нибудь себе в Индийском океане остров и жить безбедно еще лет двести, если бы он вытянул. Но нет, нет. Он точно такой же сумасшедший религиозный фанатик, как и вот этот товарищ Хоменко. Помните, я вам рассказывал анекдоты? Ну, если не помните, сейчас я вам его напомню. Звонок в 70-е годы. Звонок в КГБ. Полковник подымает трубку. Слушаю вас, товарищ Хоменко. Послушайте, как они меня... Я, товарищ полковник, говорит Хоменко, я уже устал, я не могу, ведь постоянные эти иранцы, постоянно эти бороды, эта чалма, эти халаты. Я хочу домой, я хочу к березкам, я уже давно не ел сало, я хочу водочки. Ну, товарищ Хоменко, ну, потерпите. Немножечко потерпите. Вон, Федька Костров на Кубе до сих пор правит. И ничего. А вы еще немножко, и мы вас сменим. Сосед постоль... Кто это? А это Алла Хамени и звонит. Ну, примерно вот так вот, да? Он бы мог жить, если бы вложил эти деньги в инфраструктуру сектора газа, и объяснил своим вот этим ушлепкам, которые бегали и до сих пор пытаются, как крысы, как тараканы, ползти, блин, по территории Израиля, где им разрешали работать, открывать свои фирмы, магазины, получать высшее образование. Они бегают по этой стране и пытаются уничтожать людей. Ну, какие же они мрази, а? Вот просто мрази, блин. Вы знаете, я... Понимаю, что вот это вот видео гадское. Такое вот оно как бы на эмоциях. Но человек, который написал комментарий, чем же занимались голубые каски, вот эти миротворцы ООН, в Ливане, если у них под крылом Хезбалла бомбила Израиль. Я вам сказал, чем они занимались. Буквально вчера была статья, буквально вчера была статья, вот на Майкрософт Нетворк, о том, что действительно вот эти голубые каски проводили курсы, блин, кулинарии и устраивали вечера поэзии. Блин, вы что, с ума сошли, что ли? Надо вот эту ООН разгонять ко всем чертям собачьим. Если они там превозносят до небес террористические организации, унижая при этом права человека, то почему они требуют от других соблюдать права человека? Почему они требуют от других считаться с террористами и входить в их положение? Мол, типа, убили твоих родных, ну пойми, у него же был, наверное, какой-то мотив, он ведь неспроста это сделал, он просто религиозный фанатик, он идиот. И он пошел и начал убивать тех, кто неверен, тех, кто не исповедует его сумасшедшую религию или не разделяет его идиотскую идеологию, он пошел убивать этих людей. Так что ж, входить в положение вот этого шизофреника? Нет. Тут два выхода из этой ситуации. Или лечить принудительно, или избавляться, как это делают врачи-онкологи, иссекать опухоль, пока она доброкачественная, уничтожать ее. Потому что, когда она переходит из доброкачественной в злокачественную, она распускает метастазы по всему организму. И если невозможно избавиться от этой опухоли, то весь организм приходится уничтожать, то есть он умирает. Многие кричат до сих пор, вот вы не понимаете, бедные дети в секторе газа, их там... А вам не жалко тех бедных детей на севере Израиля, на юге Израиля, которых хамасовцы и вот эти боевики из Бала убивали, сжигали, насиловали, резали живых, резали на куски. Вам этих детей не жалко? Вам ваши журналисты этого не показывают, нет? Когда разбомбили солдаты Цахал больницу, в подвалах которой находился целый склад вооружения террористической организации ХАМАС, они потом это сказали, журналисты потом это сказали. Но вначале они все это преподнесли, что таким загробным голосом, печальным, траурным, что вот да, уничтожили больницу, еще одну больницу уничтожила армия Израиля. Бедные люди прятались там, их позвали туда... Кто позвал? Боевики ХАМАС. Их позвали туда боевики ХАМАС, чтобы ими прикрыться как живым щитом. Женщинами, детьми, стариками, мужчинами они позвали их. Это типа, помните, как два года назад, сейчас МАСНенькое такое, МАСЮПНЬкое такое отступление, два года назад Зеленский сказал, выступая перед Бундестагом, следующее, он выступал по видеосвязи перед Бундестагом, Зеленые его подхватили на ура, кричали, да-да, он прав, абсолютно прав. Он сказал следующее, почему должны умирать только украинские солдаты? Давайте присылайте своих немецких, польских, голландских, пусть они тоже умирают за вашу, за вашу свободу и за нашу свободу. Ничего, да, нормально. Вот эти вот боевики ХАМАС, террористы, то же самое говорят. Почему должны умирать только мы одни? Пусть все мировое сообщество видит, что армия Израиля уничтожает женщин и детей. Позовем мы их в эту больницу, позовем мы их в эту школу. Все равно под этой школой, там в тех подвалах, у нас там оружие, у нас там пункт связи. Уж если нас накроют, так и их тоже. Типа фараон помирает, и всю его свиту нафиг зарезают, чтобы собак, кошаков, лошадей всех в одной пирамиде хоронят. Древние обычаи такие, древние традиции. Что же вы возмущаетесь, если у них такие традиции? Что же вы возмущаетесь? Почему вы верите в ту дрянь, которую вам показывают по телевизору? Проплаченные средства массовой информации какими-то организациями типа Объединенных Наций или еще каких-то там конвенций. Почему вы верите в эту дрянь? Почему вы не хотите проанализировать ситуацию и понять, почему там вдруг внезапно столько людей оказалось в этой больнице? Уже она была полуразрушена. Она была полуразрушена до того момента, как ее разбомбили. Но почему-то по каким-то причинам в эту больницу вдруг внезапно собралось около 200 человек беженцев от бомбардировки. И большая часть этих людей сложила свои жизни под грудами камней, бетона в этой больнице, потому что туда попали снаряды и ракеты армии Цахал. И только потом журналисты говорят, да, там под обломками в подвалах нашли пункт связи и вооружения боевиков Хамас и самих террористов. Был уничтожен такой-то, такой-то, такой-то главарь террористической группировки Хамас. Значит, не просто так бомбили по этой школе. Я вам уже сказал, эти уроды прикрываются живыми людьми, как щитом, чтобы мировое сообщество, которое ни хрена уже не умеет различать правду от лжи, поверило в то, что говорят террористы. Я вам уже говорил про вот эти вот пропалестинские демонстрации, которые здесь проводятся. Ни одна демонстрация не проходит на добровольных основах. Каждый такой зачинщик и оголтелый оратор на этой демонстрации получает деньги. Бесплатно? Да вы что, с ума сошли. Он бесплатно свою жопу с дивана хрен поднимет. Он и дальше будет сидеть, жрать свои чипсы и попивать свой чай. И смотреть в телевизор и плеваться на этих неверных. На неверных плеваться он будет. Он никогда свою задницу не поднимет, если это будет бесплатно. А вот если ему дадут денег за участие в пропалестинской демонстрации, вот тут-то да, вот тут-то него патриотизм просыпается. Да. Вот тут он патриот. Так если ты патриот, твое йод, вперед туда. Что ж ты тут бегаешь в чужой стране за несколько тысяч километров с флажком и кричишь «Нужно то, нужно сё». Иди, покажи, иди. Покажи свой патриотизм в деле. Ладно, вот такая вот тигня. В общем, как получилось. Как получилось. Но ещё раз повторяю, что я действительно тронут всеми вашими отзывами и комментариями к тому видео, которое вышло позавчера на канале. Я надеюсь, что все видео, которые у нас на канале есть, в дальнейшем вас не разочаруют и будут вызывать у вас такой же интерес, как и прошлые выпуски. Ну и, конечно же, как и всегда, по традиции, в первую очередь, не болейте, оставайтесь здоровыми. Не забудьте, кто ещё не подписался, подписаться на канал, поделиться видео со своими знакомыми, друзьями, чтобы они знали, что не только, допустим, если в Израиле, что не только их, эта проблема вот этих террористов волнует, но есть люди, которые в мире тоже сочувствуют этим людям и хотят донести правду до других. Чем больше людей поделятся этим видео или тем видео, тем больше людей узнают, что есть люди, которым не безразлично то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. Ну что ж, всем удачи, пока.